Если раб человека сбежал, то обязан ли его хозяин выплачивать за сбежавшего раба закат? Гаев имеет в виду отсутствующий, как Абек. Абек – то же самое, что Гаев в данном случае. Сказал Ибн Музер, как об этом передается в книге Мухни ибн Кудамы. Актору Ахли Л'Ильм Яруна Анту Адда Закат Уль-Фитр Анир-Рахи. Гаев и Мухавр Ихим. Большинство ученых считает, что человек обязан выплачивать за Кат-Уль-Фитр своих рабов, без разницы, находятся ли они у него или удалены от него. Гаев – потому что он продолжает оставаться их владельцем. Гаев – поэтому он обязан выплачивать с ним за Кат-Уль-Фитр, подобно тому, как будто они присутствуют у него. Гаев – и из тех, которые считают, что человек должен выплачивать за Кат-Уль-Фитр даже со сбежавшего раба, это имам Аш-Шафия, а также Абу-Саур ибн-Музир. Гаев – это имам Аз-Зухри из-за Улима Маканау. Что касается имама Аз-Зухри, то он сказал, что обязан выплачивать за Кат, только если он знает, где находится этот сбежавший раб. Гаев – сказал, что если он сбежал, но еще не успел убежать со стороны мусульман, до сих пор находится на этой земле, тогда должен выплачивать. А если уже успел к неверующему убежать, тогда что? Тогда не должен выплачивать. Гаев – говорит, что должен выплачивать за Кат, если он сбежал недавно. Гаев – это имам Аз-Зухри из-за Улима Маканау. Поэтому он не должен выплачивать за Кат уль-Фитр с него, подобно тому, как мужчина не обязан тратить деньги на непокорную, непослушную жену. Гаев – сказал ибн-Музир – говорит ибн-Музир – говорит ибн-Музир – говорит, что за нас то, что этот раб продолжает оставаться во владении этого хозяина. Поэтому он обязан выплачивать за Кат, даже если он не присутствует в данный момент, подобно имуществу торговли. А возможно, что он не обязан выплачивать за Кат, пока этот раб не вернется обратно к нему, подобно тому, как закат долга или отобранная вещь. Как понять, закат долга или отобранная вещь? То есть мы проходили это ранее. Что если человек отдал деньги в долг и сомневается, что эти деньги ему вернут, то он не обязан выплачивать за Кат с этого долга, пока эти деньги не попадут к нему в руки. Но когда попадут к нему в руки, то он обязан выплатить за Кат с этих денег за все те годы, когда эти деньги были у должника. То же самое отобранное имущество. Если у человека отобрали имущество, а затем, допустим, через два года вернули, то эти два года он не обязан был выплачивать за Кат. Но когда обратно вернул свои деньги, он обязан выплатить за Кат за те годы, когда это имущество находилось у отобравшего его человека. Халабу Абдилла вафақаулла, говорит шейх Маамасизан, алия ан юхриджа анну закат аль-фитр, илля ан яйса мин руджуи ва Аллаху а'лам. Говорит шейх Маамасизан, правильное мнение в этом вопросе, что человек должен выплачивать за Кат с этого раба, даже если он сбежал, и не должен выплачивать только в одном случае. Если он что отчаялся в том, что этот раб к нему вернет. То есть если у него есть надежда и примерное представление, что он все-таки его вернет, то должен выплатить с него закат аль-фитр. А если уже отчаялся и думает, или уверен, или наверняка предполагает, что уже не сможет его вернуть, тогда выплачивать не обязан.